В первой части обзора мы рассказали о расположении, составе и архитектуре жилого комплекса, поговорили о технологии строительства и познакомились с планировочными решениями проекта. Жилой комплекс, как я сказала в самом начале, строится в северном округе Москвы, но на самом деле до центрального округа здесь сущие копейки. И что здорово, то что как раз с восточной стороны стоят самые высокие 24-этажные секции, из окон которых будут открываться шикарные виды на центр. Вас наверняка интересует, будет ли виден кремль с верхних этажей. Я на самом деле очень боюсь высоты, боюсь строительных лифтов, но мы все-таки поднимемся наверх и вместе с вами посмотрим, открываются ли оттуда виды на Кремль. Видовые квартиры в жилом комплексе «Суббота» начинаются с 15-го этажа. Как мы смогли увидеть, башни и соборы Кремля, по крайней мере в хорошую погоду, с верхних этажей первой и второй секции просматриваются хорошо. С восточной стороны отчетливо видна Белая площадь на Тверской заставе и Сталинские высотки. Из окон, выходящих на запад и северо-запад, тоже откроется завидная картина. Московский ипподром здесь виден как на ладони. Виды на южную сторону украсит башня делового центра. Но я лично в таком доме с удовольствием смотрела бы и на окружающую застройку. Здесь у нас находится в первой секции, в которой мы сейчас находимся, две квартиры. Это наших два пентхаус. Один пентхаус с террасой. Терраса находится с правой стороны. И квартира. Получается, в чем плюсы данной квартиры? Ну, это, естественно, этажность, виды, высота потолка. Мы можем здесь как раз оценить. Это 4,40 метра. Это панорамные окна, большие, крупноформатные, которые находятся. Таких квартир в данной секции всего две. Вот поэтому здесь получается, скажем так, самый верх, самая видовая, видовые характеристики в сторону Кремля, также видовые характеристики в сторону стадиона «Динамо», стадиона «ЦСК». То есть, конечно, вся Москва, как говорится, она на ладони. Квартиры на 24 этаже имеют и такой бонус, как возможность установки дровяных каминов. Сейчас мы с вами заходим в квартиру пятикомнатную. Можно посмотреть, что четыре окна у нас смотрят в одну сторону, и два окна смотрят в другую сторону. А сколько метров? Это квартира 171 квадратный метр. Если быть точной, 179 целых. Здесь высота потолка 3,23. Мы видим, что сейчас в данный момент в этой квартире уже у нас выложены очертания мокрых зон. Кухня, санузел и еще два санузла. Они так и будут сдаваться, да, в один ряд? Да, они будут сдаваться, но если клиенты хотят, мы можем полностью всего, в принципе, выстроить. Также уже видим, что коммуникации проведены. Единственное, что вентиляционные блоки будут чуть позже проведены в данную квартиру. Поэтому очень важно заметить то, что у нас очень мало несущих конструкций, поэтому это позволяет, естественно, клиенту самостоятельно сделать полностью, в принципе, свой индивидуальный дизайн проект. На всю квартиру только две колонны, получается? Да, на всю квартиру на 170 метров две колонны, то есть это, в принципе, достаточно мало сейчас. Есть квартиры чуть меньше метражом, где вообще нету несущих конструкций. Электричество в квартиры будет введено до щитка в составе слаботочных систем, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение в HD-качестве и неограниченное количество цифровых телефонных линий. Для внешних блоков кондиционеров предусмотрены места в зоне лестнично-лифтовых узлов. На входе в квартиру устанавливаются металлические двери, выполненные по индивидуальному заказу. У вас же во всем доме, получается, нестандартные увеличенные оконные проемы. Совершенно верно. По нашему архитектурному плану у нас действительно есть окна разных размеров. Сейчас представлено окно в той квартире, в которой мы с вами находимся. Высота получается 2,20 м, ширина 1,80 м. Есть квартиры, которые имеют полностью панорамное остекление с пола до потолка. Но в основном, поскольку в доме у нас окон порядка 2209 штук, то из-за этого можем сказать, что процентов 70 всех окон будут именно непосредственно вот такие. Окна очень хорошие. У нас получается компания Rayners. То есть мы их специально привозили и делали на заказ. Это алюминиевый, да? Да, это алюминиевый профиль. У нас получается трехкамерный стеклопакет. Профиль полностью, скажем так, вот эта средняя часть, она открывающаяся на проветривание. Именно на всех этажах. Потому что мы сейчас находимся в секции, где 24 этажа. И получается, что с жилого, с первого этажа до последнего, все окна у нас открываются на проветривание полностью. Так, а остальные глухие секции? Да, остальные секции глухие. Да, но это сделано специально, потому что есть определенная норма, по которой мы, в принципе, могли бы делать окна с определенной высоты, не открывающиеся. Но мы здесь решили пойти более удобным методом для клиента. Если клиент потом пожелает внести какие-то изменения, то он их может сделать, в принципе, самостоятельно уже после приемки квартиры. Но сохранить именно внешний фасад обязательно, потому что мы за этим очень сильно следим, то есть у нас есть архитектурный надзор. И радиаторы отопления у вас под окнами на стене, да? Да, под окнами на стене. Это мы в таком виде будем сдавать квартиру. Вот сейчас, в данный момент, они закрыты специально, чтобы их никак не повредили в момент строительства. Радиаторы вот под окном, мы видим здесь, то есть под каждым окном будет радиатор. Подводка идет по полу. А высота потолка какая здесь? Высота потолка в этой секции 3,23, а в других секциях она будет 3,25. Также у нас есть этажи верхние, где высота потолка будет 4,40. А балконы лоджии, вот здесь я что-то не увидела. Смотрите, у нас есть квартиры с балконами и лоджиями, именно в этой нету. Но если мы с вами пройдем в другие квартиры, там есть открытые балконы, а также есть лоджии застекленные, которые идут в нижней этажной секции. Они у нас идут от 4,5 квадратных метров до 7 квадратных метров. Они полностью застеклены. Остекление в пол там идет? Остекление там идет также где-то сантиметров 70 от пола. И идет полностью остекление от потолка, наверное, получается сантиметров 20-30. А открытые балконы, они присутствуют вот в данной секции, в которой высотной мы находимся, на четных этажах. А что это у вас здесь за такая сложная конструкция? Это в данной квартире предусмотрено эркерное полностью остекление. То есть это, в принципе, сейчас уже видно. То есть она выходит за грань квартиры. Это будет полностью остеклено. То есть здесь, получается, будет такой достаточно широкий подоконник. Будет также, естественно, потом само стекло. И если посмотреть, то она идет по всей поверхности фасада. То есть это такое наше архитектурное решение. Достаточно дорогая сама по себе конструкция. Но вот это вот эркерное остекление, оно тоже присутствует в рядах квартир. Именно высотной секции и также малоэтажной секции. Как мы видим, высота этого остекления получается с потолка. И оно идет вниз. То есть получается, вот этот зазор, это утеплитель пойдет, облицовка. Да, конечно, утеплитель, облицовка. Здесь будет потом идти подоконник более расширенный. И подоконник. Да, будет уходить сюда, вот к стеклу ближе. То есть получается, что окно как бы выходит за границу. Получается, что больше света, как мы с вами сейчас видим, то, что он проникает и вот с этих сторон, и с этих сторон. Ну и также прямое попадание. Первые этажи дома и одноэтажные секции будут отданы под коммерцию. Ну и плюс еще под административные и всякие служебные помещения. Здесь разместятся магазины, салоны, кафе. Рядышком будет построено еще и здание для детского образовательного учреждения. Но что это будет, садик или садик с начальной школой, пока неизвестно, потому что застройщик это передаст строение городу. И уже министерство образования будет решать, что же там откроется. Садик или детский сад и начальная школа. Количество мест в этом образовательном учреждении на сегодняшний день, которое мне известно, 290, по-моему. В числе садиков и школ, которые расположены в зоне шаговой доступности, кадетская школа с дошкольным отделением, лицей Международного университета, общеобразовательная православная школа искусств и общеобразовательные лицеи и гимназии. И, конечно, в этой части Москвы нет дефицита вузов. Различные кафедры медицинского университета, Международный, Аграрный, Менделеевский университет, Пограничная академия и мой родной РГГУ. Не забудем упомянуть и об изобилии спортивных, культурных и развлекательных объектов. В непосредственной близости один из старейших объектов индустриальной архитектуры Москвы – кондитерская фабрика «Большевик», которая сегодня представляет собой культурно-деловой центр с таким же названием. На еще более интимном расстоянии сейчас ведутся начальные работы по строительству еще одного проекта компании «Донстрой» – многофункционального комплекса клубного формата «Оливковый дом». За 23 года своей работы «Донстрой» реализовал 10 проектов, многие из которых хорошо знакомы каждому москвичу. В числе строящихся – 6 объектов, и один из них – жилой комплекс «Символ» – уже попадал в объектив квартирного контроля. Рядом со стройплощадкой нет традиционного офиса продаж, поэтому если вам нужно получить консультацию, то вы можете либо позвонить в офис, либо отправляться на Мосфильмовскую улицу, дом 70. Квартира реализуется по договору долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом номер 214. Официальный застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестгрупп». Эта же организация является собственником участка, на котором ведется строительство. Дополнительных затрат при оформлении сделки не потребуется, но более подробно со схемой покупки и условиями рассрочки вы можете познакомиться на нашем портале «Квартирный контроль» на страничке жилого комплекса «Суббота». Ипотечное кредитование готово предложить 7 банков-партнеров, один из которых указывает ставку от 6,45%. Наш обзор жилого комплекса «Суббота» подошел к концу. Я хочу сказать, что мы сегодня не только поработали, но и отдохнули, потому что все-таки суббота. И, кроме того, получили настоящее эстетическое удовольствие. Поэтому мне очень хочется приехать сюда еще чуть позже, посмотреть, как это все будет выглядеть на более позднем этапе строительства. Ну, а пока следить за всем происходящим на стройплощадке вы можете на нашем портале «Квартирный контроль.ру». Если вам не приглянулся этот жилой комплекс по каким-то причинам, хотя мне лично очень сложно их себе вообразить, то на нашем сайте вы можете присмотреться и к другим новостройкам и жилым комплексам подобного класса. Как всегда, желаем вам правильного выбора и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова